Привет, друзья! В эфире тележурнал «Вид сверху» выпуск номер 21. Второй этап Единой Лиги ВТБ стартовал, сенсаций меньше не становится, а мы продолжаем фиксировать главное. И в ближайшие полчаса Тимофей Герасимов и его первый раз. Игроки Нижнего Новгорода выбирают самого-самого. Несколько минут исключительного позитива, баскетбольные и смешные. Итоги первого этапа чемпионата прямо сейчас. Такой конкуренции за место в плей-офф Единой Лиги ВТБ не помнят уже очень давно. Об этом говорит и плотность турнирной таблицы. Пусть первая четверка команд выглядит довольно привычно, все-таки полуфиналисты прошлого сезона, зато дальше много сюрпризов. Первым обращает на себя внимание Енисей. Семь лет назад красноярцы заняли шестое место в регулярке и вполне могут улучшить свой результат. Ведь в этом сезоне команда Йовица Арсича обыграла действующего чемпиона Оникс, а также Зенит и Лока. Руководство клуба не стало тянуть и уже 12 января продлило контракт со своим главным тренером. Енисей удивил своей игрой не только преданных красноярских болельщиков, но и вообще всех в лиге. Очень нравится Енисей, как Енисей играет в этом сезоне. Енисей никогда не играл так хорошо, как в этом сезоне. И, конечно, большая заслуга лидера команды Енисей, Терейтен Мейс. Это, я бы сказала, одна из главных звезд нашего чемпионата. Он играет очень ярко, он играет на публику. Это любимчик многих болельщиков. Уже нету маек. Там даже мои знакомые хотели купить майку его. Нету маек, это большой дефицит. Сразу три легионера набирали на первом этапе по 19 и более очков в среднем за матч. Канадский защитник Енисея превзошел всех, словно у него в каждой четверти было не по 10 минут, а все 12. Без малого 26 очков за игру показатель Ксевьер Реттена Мейса просто феноменальный. У россиян тройку лучших снайперов составили три Андрея. Мартюк из Лока, Лопатин из Мба и ветеран Вранцевич, представляющий Нижний Новгород. Помимо Енисея обратила внимание на себя Парма и ее неудержимый форвард, MVP января Биджей Джонсон. А ведь команда Евгения Пашутина начинала сезон не так уж и амбициозно, лишь три победы в первых десяти играх. Однако уже в конце осени клуб вышел на максимальной мощности и с ноября выдал шестиматчевую победную серию. Пермики обыграли ЦСКА, Лока и Уникс. На расстоянии одного точного штрафного броска наследники у Ролгрейта были и в победе над Зенитом. А ведь у Хавьера Паскуалия и Велимира Пирасовича две лучшие обороны в лиге. Парма берет тем же. По защите они замыкают топ-3, опережая ЦСКА с локомотивом. В этом пермякам активно помогают Ричард Соломон и Руслан Абдулбасиров. Оба по итогам первого этапа входят в список лучших подбирающих лиги. Среди россиян здесь все тот же Воронцевич и Евгений Минченко из МБА. Октавиус Элис из Уралмаша и Ройсхэм из Астаны – абсолютные лидеры, делающие 8,5 подбора в среднем за игру. Благодаря Элису, и которой по счету молодость Антона Глазунова, Уралмаш имеет одинаковый баланс побед и поражения перед делением на группы. В битве новичков борьба с Руной еще впереди. Однако первый этап уже точно остался за Екатеринбургом. У них на две победы больше, чем у москвичей. Пока Элис набирает очки и собирает подборы, Глазунов раздает результативные передачи на высоком уровне. Следом за ним в списке россиян идут Владислав Емченко из ЛОКа и Даниил Касаткин из МБА. Лидирует во всей лиге зенитовец Томас Эртель, Маркел Джонсон из Астаны, а также действующий MVP финала Ненат Дмитриевич и Азия Рис из Пармы. Если говорить про командные достижения, на первом месте в таблице ЦСКА. Как и год назад армейцы одержали 22 победы на первом этапе. Только вот в этом сезоне за тот же отрезок провели на 4 матча больше. Уступили москвичи дважды Локомотиву, Паразу, Униксу и Парме. Можно было предположить, что после ухода Алексея Шведа и Николая Милутинова ЦСКА пропустят вперед Уникс и Зенит. Но марафон первого этапа красно-синий прошли успешнее. Безупречная задняя линия в лице Каспера Уэйра и Мэла Тримбла взяла образные лидерства в команде и подарила самый запоминающийся камбэк. Если не в истории лиги, то в этом сезоне точно. 5 очков за 6 секунд – момент исторический. Что же касается рекордов лиги за все 15 лет, то ЦСКА повторил достижения Астаны по наибольшему числу очков, набранных в овертайме. Точнее, Эмил Райкович повторил с армейцами в матче с Зенитом свой собственный рекорд пятилетней давности, когда под его руководством Астана обыграла Автодор, забив в дополнительное время 22 очка. Из игроков королем овертаймов раньше все называли Скотта Мачада. В этом месяце к нему приснился Тайрил Нельсон из Уралмаша. В матче против ФБА Нельсон набрал 13 очков за дополнительную пятиминутку и повторил рекорд Мачада из 2015 года. А еще сразу два своих достижения вписали в историю лиги Ричард Саламон и Микел Хопкинс. Они повторили рекорд Витаоса Шараускласса, который ровно 10 лет назад собрал 11 подборов в атаке. Две потери Уэмпай, две потери Джонсон! Не замечает преград! Сверху! Ба-бам! Вот так в Перми готовится конкурсу по броскам сверху мистер Джонсон. И если говорить о достижениях, то уже 9 февраля Единая Лига ВТБ объявила о продаже всех билетов на матч всех звезд. В этом году вокруг событий дополнительный ажиотаж. Ведь где еще главные тренеры обеих команд набирали себе игроков в прямом эфире? Команды Эмила Райковича и Велимира Пирасовича сойдутся на ВТБ-арене 18 февраля. Подогрели зрительский интерес и новые игровые майки, выполненные в ярких цветах, а также самый желанный баскетбольный мяч. Это мы судим по промо-ролику. Собрались как-то в музее искусств Джерома Хилл из Руны и Антона Стопковича с ЦСКА. Это нам подсказывает, что на матче всех звезд команды будут думать не только про атаку. На кону денежный приз победителю, а главное это, конечно же, те положительные эмоции, что получат все звезды лиги перед самой важной второй частью 15 сезона. Впрочем, у тренеров тоже бывают замены. Главный тренер Уникса взял отгул по состоянию здоровья и передал свою команду на матч звезд наставнику «Зенита» Хавьеру Пускуалю. Продолжение следует. Тимофей Герасимов провел яркий сезон в Енисеев. В прошлом году впервые в карьере съездил на матч всех звезд, а в этом вместе с «Зенитом» борется за то, чтобы вернуть чемпионство в Санкт-Петербург. Тележурнал «Видсверху» поговорил с защитником «Синий-белоголубых» и узнал, когда он дал первое интервью, впервые услышал, что будет отцом и как прошло знакомство с Хави Пускуалем. Все это, конечно же, в рубрике «Первый раз». Всем привет, это Тимофей Герасимов и это рубрика «Первый раз». Мой первый шаг в баскетболе, я думаю, это было в 7 лет. Возможно, даже и раньше, где-то, может быть, даже и в 3 годика. Есть даже видео, запечатленное на видеокассете, потому что у меня брат, старший, играл в баскетбол и сейчас продолжает играть на любительском уровне. И я думаю, что я даже, наверное, еще раньше, где-то в 3 года, первый раз взял мяч в руки, но пришел на тренировку в 7 лет первый раз в детскую спортивную школу номер 7 в Ростове-на-Дону. Такой сложный вопрос. Наверное, это было как раз в спортшколе, я думаю. Даже, наверное, это был момент, приезжал тезка мой на мастер-класс, Тимофей Мозгов, к нам в школу. Мне было лет, наверное, 12, и он меня поднимал, чтобы забить сверху, чтобы я забил сверху. Это было мне 11-12 лет, где-то так. И я вот там после этого отдал какое-то такое мини-интервью. Было очень волнительно и интересно. Ну, я думаю, это был первый раз. Первый раз, когда приснился стук мяча. Это, не знаю, наверное, в глубоком детстве в каком-то. Вот после первых тренировок в этой спортшколе, да, в США, 7, возможно. Я не помню, но, скорее всего, это было где-то в детстве. Иногда снится, да, особенно после тренировок или после каких-нибудь игр, 100%. Бывает такое. Мой первый тренер – Волжин Олег Иванович. Дюшор номер 7, Ростов-на-Наду. Всем привет. Тренер, привет. Поддерживаем связь. Я надеюсь, вы посмотрите. Очень классный мужик, хороший человек, отличный педагог и тренер. Я очень благодарен за все, что он мне дал в детстве. Мой первый выход за сборную. Произошел 24 февраля. Играли мы против Нидерланд. И тогда я попал… Это была квалификация к Чемпионату мира. Это была большая гордость для меня. Неожиданно, опять же, да. Потому что это произошло достаточно внезапно. Вызов вот эту в сборную. Я еще попал в состав. Было очень приятно. Были проблемы с разыгрывающими. И это просто не описать словами. Это еще и было в Перми. Все знают, какие болельщики в Перми. Тебя все гонят вперед. И я первый раз ощутил, когда в Перми за тебя болеют. Обычно мы же приезжаем в роли гостей туда. А в этот раз ты был в роли домашней команды. Это было не описать словами. Очень здорово. Я еще тогда сыграл неплохо. И принес в пользу команде. И мы выиграли. Безусловно, это очень здорово. Первый день в роли капитана сборной был достаточно волнительный, необычный, неожиданный. Но я принял это как-то, не знаю, гордо. И, в общем, я не знаю даже, как это объяснить. Это очень сложно описать словами. Но чувства были такие, все в перемешку. И в одной стороне это как ответственность большая перед командой, игроком, стороной, болельщиком, перед тренером. И в следующую очередь на следующий день была игра. И поэтому нечего было переживать и волноваться. Поэтому все было хорошо. Я чувствовал себя отлично. И надеюсь, справился с этой задачей. Мой первый разговор с Паскуалем был в первый тренировочный день. До этого у нас не было никакого общения. Я думаю, он не особо любит разговаривать по телефону, мне так кажется. И первая личная встреча была на первой тренировке. Мы обсудили... Тогда, получается, полмесяца назад закончились игры за сборную против Ирана. И мы как раз обсудили этот момент. Он мне рассказал, как мы сыграли. Что он... Как меня видит на паркете. И отметил какие-то стороны против Ирана, как я сыграл там и прочее. И как мы будем двигаться в сезоне. Это было очень приятно. Поговорить с таким человеком, да, лично. Это вообще не описать словами. Это не сравнится ни с матчами звезд, ни матчами на сборную. Это что-то, я не знаю, особенное, волшебное. Вот. С одной точки зрения, это там ответственность вырастает, да, перед семьей. Ты просто волнуешься за будущее. Ты забываешь о прошлом. Вот. Это в первую очередь. И после рождения ребенка ты уже живешь прям настоящим. Ты вообще не думаешь ни о чем. Просто вот живешь настоящим днем. Я думаю, что ребенок тебя учит многому. Собственно, всем советую. У детей можно многому чему научиться. Вот. Поэтому я очень счастлив. Я счастливый папа. Первое знакомство с супругой произошло в 6 лет. Это было в Сочи. Она сама из Архангельска. Я сама из Ростова-на-Дону. И так сложилось, что мы просто вот случайно. У моих бабушки и дедушки дом. И рядом дом моего дяди. И вот они приехали туда, как это бывает, на летние каникулы. Там на две недели. И просто родители сплавили ее к другим детям. И я как раз был там, можно сказать. И мы вот просто познакомились. И просто знали друг друга долгое время. Мы там не общались лет 10, может быть, и прочее. Потом случайно друг друга ВКонтакте нашли. Как-то вот так вот все сложилось, что в 18 лет опять мы встретились в Сочи. И все вот так вот закрутилось, завертелось. После я уже сказал ей переезжать в Краснодар. И вот. Ну, это сказка. Сказка. Всем желаю такой сказки. Первый победный бросок произошел недавно. Вот, но его не засчитали. Вот, все об этом знают. Но победного броска так такового не было. Что база, да, как называем, с сиреной. Ну, были какие-то такие клатч-броски, возможно. То есть, которые там за минуту решали исход матча. Вот. Но такого броска не было. Ну, Герасимов, видимо, не заслужил. Еще база против СССР. Надо поработать. С вами был Тимофей Герасимов. И это была рубрика «Первый раз». Всем пока. Второй этап в группе «А» открывали «Уникс» и «Енисей». Казанцы уже обжигались на Сибиряках буквально месяц назад. И на этот раз не повторили ошибок. Вторая четверть вышла сверхрезультативной 36-24. В третий «Уникс» настрелял еще 32, а в середине заключительного отрезка пробил сотню. Эри Грин показал грастмейстерские цифры. 31 очко и 35 баллов эффективности. Статистика может дать нам любую информацию, кто в команде самый результативный, кто самый высокий, а кто самый молодой. Но как быть с характеристиками, которые не описать цифрами? Правильно, обратиться к партнерам. Игроки Нижнего Новгорода в нашей новой рубрике «Самый-самый». Всем привет, это Михаил Береницкий. Привет, меня зовут Кейси Шепард, я играю в Нижнем Новгороде. Всем привет, я Александр Чадов. Всем привет, я Сергей Зоткин. Всем привет, это рубрика «Самый-самый», я Алексей Новакович. Давайте начнем. Иван Стрябков, у него всегда какие-то находятся интересные шутки. Вроде со стороны тихий очень человек, но когда шутить начинает, там все плачут. Самый веселый точно Ганя, Саша Ганькевич. Я не всегда понимаю, что он говорит, но когда понимаю, это всегда очень весело. А вместе с его мимикой это смешно вдвойне. Я назову трех парней. Для начала Миша Береницкий, Сергей Зоткин, я очень люблю их шутки. И третий это Ганя, Ганкевич. Самый эмоциональный? Возможно, у меня будут проблемы из-за этого ответа, но я скажу, что это наш главный тренер. Определенно. Самый спокойный? Я думаю, Кейси Шепард. Возможно, я. Или... Он такой тактильный немножечко парнишка, да, все время поддержит и находится в балансе своем, скажем так, спокойствии. Да нет, наверное, все же не я. Самый спокойный не Иван Стрябков или Дима Хвостов. Думаю, так. Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Иван Стрябков. Ну нет, у нас вся команда самых точных, кроме Михаила Береницкого, конечно. Зоткин, по-своему. Сергей Зоткин, 100%. Он моложе всех, у него больше всего энергии. Возможно, в матчах это не всегда заметно, ведь он пока играет меньше остальных, но поверьте, на тренировках его просто невозможно поймать. Самый быстрый, я думаю, Саша Чадов. Да, это самые быстрые ноги, которые я видел в защите. Самый медленный? Ну, я думаю, Саша Чадов, наверное. Ну, там по настроению идет просто, там такой разрыв, но если он в прайме, он без шансов. Самый медленный – Александр Чадов, но даже прозвище у нас в команде есть, его все называют «Черепаха». Ну, я готов с ним зарубиться на 100-метровке, в принципе. Наверное, Воронцевич. Но он просто на опыте. Когда ты старше других, тебе не нужно носиться туда-сюда. Просто расслабься. Я думаю, Андрей Воронцевич. Он все время рассказывает какие-то истории. Опять Воронцевич. Ну и Бабурин, конечно, тоже. Панкрашов, да, обязательно. Я назову этих троих. Выбирайте любого. Ну вот опять же, Антон и Цева, самый опытный, опять же. Много опыта, через многое прошли, чемпионы, всего-всего, что можно. Опять Цева. Он самый титулованный, насколько я знаю. Выигрывал Евролигу, выберу его. Но у нас очень много опытных игроков. Сложно выбрать одного. Я думаю, это Мишка Беленицкий. Он следит за модой, скажем так. К моему удивлению, это Дима Хвостов и Женя Бабурин. Бабурин точно знает толк в стиле. Молодые игроки еще, конечно, они стараются быть в тренде. Но я назову Женю. А, стоп. И мне нравится еще, как одевается Антон Покрашов. Он всегда заходит в раздевалку в стильной одежде. Все надевают что-то простое, потому что сейчас холодно, и ты просто приходишь на тренировку, а потом едешь домой. Но Антон всегда старается показать себя. В раздевалке нет девушек, не знаю, кого он хочет впечатлить. Я всегда спрашиваю, ты куда-то едешь после тренировки, у тебя какие-то планы. Но это просто его стиль, его натура. В последнее время, скажу, что Саша Чадов начал в кои-то веки стильно одеваться, поэтому хотелось бы его тоже сюда добавить в этот список. Когда я ношу свою фирменную прическу, это я. Но пока что я не нашел подходящего барбера, так что назову Мишу Беленицкого. Он всегда в хорошем настроении, всегда улыбается. Уверен, девушки очень любят Мишу. Саша Ганькевич, если честно. Именно по чертам, по мужеству, скажем так. Назову Сашу Ганькевича. Он выглядит как Тор из фильмов Марвел. Он говорит, что это неправда, но он выглядит блестяще. Последний вопрос. Какой ты самый-самый? Наверное, самый заботящийся о команде и самый добрый. Не нужно сомнений, пожалуйста. Я самый красивый, веселый, быстрый. Какие у нас еще вопросы были? Ну, такой смазливый парень, видно. Любят таких. Я самый татуированный в команде. Это первое, что приходит мне в голову. Давайте так, я сам музыкант. Вот так. У Курского вокзала. Это мой трек. Если что, это мой. Вот. Поэтому такой музыкант. Говорят, что молния не бьет дважды в одно место, так же думали баскетболисты ЦСКА и отправились в Пермь, где в этом сезоне уже уступали. Новичок-армейца Уилл Бартон остался в Москве, зато на паркет вернулся Никита Курбанов. Хозяева в переполненном молоте были настроены вновь обыграть москвичей и взялись за дело с первых минут. Практически весь матч Парма удерживала лидерство, несколько раз доводя его до двузначного. ЦСКА попытался спастись в концовке, но прямиков было уже не остановить. Команда Евгения Пашутина во второй раз за сезон обыгрывает красно-синих. Такое удавалось только Локомотиву. Баскетбольные смешные чувствуют приближение плей-офф. Упорных матчей становится все больше, но даже в таком режиме есть место нашему несерьезному хит-параду. И открывает наш выпуск Георгий Жбанов, играющий в баскетбол по принципу «бей всех, чтобы все боялись». Сфалил на Андрея Мартюке, а досталось и партнеру по команде. ЦСКА вновь не может выиграть в Перми, но зато Амат Мбай, судя по всему, проникся уральской неуступчивостью и подбил улетающего лидера Пармы Биджей Джонсона. Антон Панкрашов – человек-видеоблог. И в последнем выпуске «Братьев Ганькевичих» ждало серьезное признание. Мама наша не верила, просто и папа. Он не похож из нашей семьи. Ни на кого? Дедомовский? А подожди, мама с папой будут смотреть выпуск? Мама сможет, да, посмотреть? Ну, приемный, чувак. Ну, приемный, но мы его любим. Уралмаш гостил в столице и вновь обыграл МБА в нынешнем сезоне. Бывшие соперники по Суперлиге выдали горячий матч, где эмоции полохали все 40 минут игрового времени. Вот Антон Глазунов решил проверить реакцию помощников главного тренера МБА. Здесь Стэнли Уитакер пытается найти жизнь за пределами первого ряда. Ну и дебютант нашей рубрики Иван Пынько, который проверил на стойкость Даниила Касаткина. Зенит довольно буднично разгромил локомотив Кубань, ну а лучший снайпер петербургцев Кайл Куриш отметился вот такой попыткой. Александр Пятенев уже давно взрослый игрок и один из лидеров Автодора. Вы только посмотрите, как он лихо останавливает Маркила Джонсона из Астаны. А вот это уже мистический момент. Александр Пятенев возомнил из себя птицей и взлетел над Астаной в полном составе. Астана с высоты Пятеневского полета. Игроки Руны решили рассказать, какими звуками показывают арбитрам нарушение правил. И на этом все. Баскетбольные смешные призывают всех смотреть баскетбол, который точно никого не оставит равнодушным. Автодора и Руна выдали лучший матч на старте группе «Б». Догонялки продолжались все 40 минут. В концовке лидер менялся несколько раз. За 4 секунды до сирены Джеромайя Хилл вывел москвичей вперед, но последнее слово осталось за хозяевами. Рэшен Хэммонд закрыл встречу дальним попаданием и свел с ума дворец спорта «Кристалл». И это только начало второго этапа. И по традиции завершаем выпуск подборкой лучших моментов недели. Поехали! Евгений Минченко в матче с «Уралмашем» не отметился очками, но все равно попал в хит-парад с роскошным блокшотом на Гарроте-Невелсе. Очередной мастер-класс по игре в защите от центрового по БК-МБА. Джалин Рейнольдс активно разминается перед матчем всех звезд. Надеемся, что кольца ВТБ-арены выдержат напор американского центрового. Его мощные данки регулярно попадают в наш рейтинг. Уникс, Казань. Парма во второй раз в сезоне обыгрывает в Молоте ЦСКА. И Тон победному матчу задал вот такой люк от Азии Риза и Ричарда Соломона. Что круче передачи или завершения, решайте сами. Парма, Пермь. Тренд Фрейзер доигрывает любой эпизод до конца. Американца не остановил даже шлагбаума Джелина Барфорда. Два счета М1 в уме. Занимательная математика и вторая строчка в нашей подборке. Зенит Санкт-Петербург. И, наконец, лучшее и самое важное попадание прошедшей недели. Рейшена Хэммонсы пытались держать два соперника и четыре секунды на атаку. Но американец приносит Автодору победу с сиреной, а себе первое место в нашем кит-параде. И на этом на сегодня все. Увидимся через неделю. Не забывайте, баскетбол – это лучшая игра с мячом на планете Земля.